1 ноября в Воркуте стартовала призывная кампания. В отличие от других городов, в Республике Коми она началась на месяц позже. Что ждет наших новобранцев в этом году? В городском военкомате горячая пора. Юноши, достигшие призывного возраста, проходят медкомиссию. Среди призывников и те, у кого закончилась отсрочка. Окулист, терапевт, хирург и другие специалисты определяют здоровье воркутинских юношей и выносят вердикт – годен к военной службе или нет. Общее состояние здоровья наших призывников воркутинских могу охарактеризовать как удовлетворительно. На первом месте у нас идет терапевтическая патология, это заболевание эндокринной системы, гипертоническая болезнь. Также очень большой процент встречается призывников, у которых проблемы по части психиатрии. Психиатр-нарколог подтверждает, среди призывников много наркоманов. Скажем, года все больше и больше первичных, то есть не которые на учете составят, а вот приходят в военкомат, если там третий-четвертый раз бывает. Если раньше был чистый вены на руках, то в этом году заметны уже следы внутривенных инъекций. Ну, я-то подозреваю, что наркотические препараты употребляют, поэтому отправляю на обследование. Чаще воркутинские юноши пополняют ряды служащих Ленинградского военного округа. Кто-то отправится служить на космодром Плесецка, а тот, кто окажется наиболее крепким по здоровью, попадет в военно-морской флот Мурманской области. ВДВ, морская пехота, в таких войсках в основном ежегодно служат воркутинские парни. Этот год исключением не станет. Предпочтения в военкомате отдают не вчерашним школьникам, а дипломированным специалистам. Предварительно где-то полтысячи человек у нас уходит на данный момент вооруженные силы Российской Федерации. Предпочтения отдаем, конечно, ребятам, которые имеют у нас профессии. Это, значит, водители, сварщики и, скажем, такие, которые уже обучены. Призывник Дмитрий Шафранский окончил московский вуз, Академию парикмахерского искусства. В армию идет с удовольствием. Военкомат пришел сам, не дожидаясь повестки. Мечтает Дмитрий о службе ВДВ. Я хочу только в действующую армию. Не хочу чистить картошку и полы мыть. Я хочу бегать с автоматом и защищать, и по горам бегать, и стрелять. Я хочу в действующую армию. Может, у тебя романтика играет? Играет романтика, но ее надо с практикой соединить. Никаких нововведений в предстоящей службе не ожидается. С прошлого года у солдат появились выходные и праздничные дни, а также возможность пользоваться сотовыми телефонами. На данный момент нововведения у нас призывники на РСП, которые находятся в Княжьем Погосте, получают банковские карты, для того, чтобы переводили денежные средства на эти банковские карты. Первые новобранцы в начале ноября уже отправились отдавать долг Родине. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Марина Иванова, Евгений Зайцев, ТВ Головы, Ркута.